Приветствую вас, и, конечно, вопрос, который вы задаете несколько стране, но имеют ли право люди проявлять себя агрессивно по отношению к вам. Я бы сказал, что мы не судьи, и если люди себя так проявляют, значит они считают, что такое право у них есть. Вне зависимости от того, хочется вам этого или нет, это реально, что они себя так проявляют, ни по-другому не могут, вам остается только принять. Несколько смущает, я бы даже сказал, настораживает то, что вы пишете дальше. Они имеют право психовать, злиться, критиковать и осуждать. Опять же, они имеют право психовать, и они имеют право злиться. Потому что это второе чувство, первое эмоция. Имеют ли они право критиковать и осуждать? Конечно, нет, но в силу того, что многие люди считают себя выше других, такая вот получается коллективное манное величие, то они это тоже считают себя вправе делать, делать. Вообще говоря, нет никакого практического результата от того, что вы, например, будете считать, что люди на что-то имеют право, а на что-то не имеют. Потому что, ну вот если, например, я вам скажу, да, то люди не имеют право, допустим, вас критиковать, допустим. Что изменится? По факту ничего, ничего не изменится. Потому что они как продолжали это делать, так они и будут это делать, к сожалению. И, в общем-то, глубоко плевать, имеют ли они на это право или нет. Поэтому здесь, конечно, гораздо важнее не они, а гораздо важнее вы. И гораздо важнее то, что как вы себя ведете и как вы видите себя во всем этом контексте. Если это так, как укрепить в себе подобный подход? Подобный подход укреплять в себе ни в коем случае не стоит. Потому что кроме-кроме негатива он больше ничего не несет. Чтобы все вы могли убедиться на собственном, как бы, опыте. Дальше. Счастье от применения такого подхода очень настоящее. Нет, вот это самая, наверное, странная фраза, потому что пока не совсем получается. Но сейчас я применю такую подхода очень настоящее. Это очень странная фраза. Понимаете, как сказать? Агрессия это следствие страха. Злости и психование это следствие неудовлетворенности. Это следствие нереализованности, это следствие фрустрации. И ничего хорошего в этом подходе нет. Для того, кто этой линии поведения, собственно, следует. Как и для того, кто оказывается под линией такого поведения. Поэтому, на мой взгляд, на мой профессиональный взгляд, нет ничего хорошего и не может быть ничего хорошего в том, чтобы вести себя так. И уж совершенно точно, что ничего хорошего в такой подход, кроме какого-то негатива, не несет. Негатива вам, негатива кому-либо еще. И весьма серьезным и опасным является идея, желание. Это модель поведения. То есть, очень жаль, что вы, по факту, не учитесь на ошибках своих близких и родных людей. Очень жаль, что вы, судя по тому, что я могу видеть, не делаете никаких выводов. Очень жаль, что он, судя по тому, что вы описываете, вы просто готовы довольствоваться тем, очень поверхностным эффектом, который дает такое поведение. В целом, в целом, мания величия есть уже отчасти и у вас, потому что вы считаете, вы считаете, ну, условно говоря, себя вправе, сейчас скажу, наверное, немного адаптологию, считаете себя вправе присваивать или отнимать право что-либо делать у других людей. На мой взгляд, это является грубейшей ошибкой, потому что, по факту, это нивелирует свободу человека. Я, конечно, понимаю, что этой свободы не было у вас. Я, конечно, понимаю, что этой свободы вы не чувствовали, и, возможно, не чувствуете до сих пор. Я отдаю себе в этом отсчет, я понимаю, я понимаю, что вряд ли вы можете позволить людям, например, то, что они вам не позволяли. Я могу это понять, я могу это понять, но, тем не менее, для вас идеально было бы выйти из этого порочного круга, да, вы идите из вот этого вот рукой, что, значит, как они к вам относят, ваши родные в силу ряда причин, так и вы относитесь к ним. Мне кажется, что это позиция, ну, в известной степени крайне деструктивная. Соответственно, вам, соответственно, вам можно, как бы, лично, личностно, вам можно личностно, вам можно духовно вырасти, вот. Если у вас будет такое желание, если у вас будет такая потребность, если у вас будет, скажем так, такой запрос, вот, то вам в этом можно будет помочь, но только при условии, если вы сами этого хотите. Я думаю, что мои коллеги согласятся, что мы не можем научить вас и мы не можем пособствовать тому, как вы вступаете на откровенно деструктивный путь, который вредит и вредит достаточно сильно вам, как психологи, мы этого сделать не можем. Простите, пожалуйста. Важно понять, что ваши родные ведут себя так, как ведут, только потому, что искренне считают, что их поступки, их поступок, их действия несет пользу. Эти люди правда думают, что они совершают что-то хорошее. Эти люди правда считают, что их действия идут вам на пользу. И вам важно это понять, что никто, никто в целом мире не поступает плохо изначально. Никто в целом мире не хочет поступать плохо изначально. Каждый человек думает, что он поступает хорошо. Каждый человек считает, что его действия, его поступки несут что-то хорошее. Проблема в том, что каждый, вот это вот хорошее, понимает по-своему. Это вот очень важно понимать. Очень важно понимать этот момент. Потому что он, этот момент, является определяющим. Важно не скатиться в детскую, достаточно обидчивую, если угодно, позицию, что мне хотят, к примеру, причинить боль. Это вот еще один очень важный момент. Боли вам никто причинить не хочет. По крайней мере, люди никогда не признаются в том, что они причинают боль. Для исключения совсем уж изященцев, которые, ну, в кого бы, этой самой болью живут. Ну и для них боль, уже как таковой, болью не является, а является чем-то другим. Совсем не тем же самым, что для человека относительно здорового, является боль. В привычном смысле этого слова. Поэтому, как видите, я надеюсь, что вы видите, есть очень важные аспекты, очень важные нюансы, которые я бы хотел, чтобы вы для себя уяснили, уловили, поняли и разобрали. Потому что это очень все важная история. Для, по крайней мере, вас и для понимания. То есть вам нужно стать несколько более личностно зрелой. В этом смысле, как бы для вас не звучали подобные слова. Вот, вам нужно стать именно более личностно зрелой, я бы сказал. Вот, в этом ничего особо сложного нет. Если вы хотите этим, ну, если вы хотите этого, если вы хотите этим заниматься, то сложного в этом абсолютно ничего, ничего нет. Главное желание, у вас главное желание, главное, чтобы вы хотели. Больше, в принципе, ничего и не нужно. Вот, другое дело, что если не хотите, другое дело, если у вас есть прям вот четкая позиция такая, что я хочу так и все. Но это, конечно, в таком случае печально. Но, тем не менее, надеюсь, что все-таки у вас позиция будет несколько иной, несколько другой, более перспективной и более конструктивной и полезной для вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.